Поисковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 в течение ночи не прекращалась ни на минуту. Всего за первые сутки было обнаружено 11 тел и 154 фрагмента. Группировка сил поисково-спасательного обеспечения в районе авиакатастрофы продолжает наращиваться. Поисково-спасательные работы проводятся в три смены. Группировка привлекаемых сил увеличена до 3,5 тысяч человек. Специалистами тщательно проанализированы данные объективного контроля с релационных средств. Определена траектория полета Ту-154. Это позволило более точно определить район падения самолета. Поисково-спасательная операция в районе предполагаемого падения осложняется широким диапазоном глубин и особенностей рельефа дна. В зону проведения поисковой операции продолжают прибывать корабли, водолазы и авиационная техника. В поисково-спасательной операции присоединились 7 судов Черноморского флота. В том числе противодиверсионный катер «Суворус» с гидролокатором бокового обзора, фрегат «Адмирал Григорович» с поисково-спасательным вертолетом К-27 и семью водолазами, малый противолодочный корабль «Касимов», гидрографическое судно с новейшим гидролокационным оборудованием для обнаружения фрагментов самолета, базовый тральчик минеральной воды, катера с прожекторными установками большой мощности. В район проведения спасательной операции также подходит спасательное судно «Эпрон» Черноморского флота с 16 водолазами и телеуправляемым аппаратом «Тагер». В ближайшее время в район проведения работ самолетами Ил-76 будут доставлены два обитаемых глубоководных аппарата Русского гидрографического общества. Таким образом, группировка поисково-спасательной операции усилена до 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и 7 глубоководных аппаратов. Кроме того, задача по воздушному мониторингу надводной обстановки выполняет экипажи пяти вертолетов и расчета беспилотно-летательного аппарата «Орлан-10». Военнослужащие Южного военокруга продолжают обследование береговой черты с целью визуального обнаружения и сбора тел погибших, облобков самолета и личных вещей пассажиров. Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с обнаруженными на месте авиакатастрофы 10 телами и 86 фрагментами вылетел в Москву, где будет проводиться их опознание и генетическая экспертиза. Специалистами Бюро судебно-медицинской экспертизы и 111-го Центра судебно-криминалистической экспертизы Министерства обороны России. Бюро судебно-медицинской экспертизы